Греческое путешествие Греческое путешествие Греческое путешествие Греческое путешествие На крыше расположена смотровая площадка, откуда открывается чудесный панорамный вид. Греческое путешествие Военный музей города Салоники был открыт в октябре 2000 года. Это филиал Афинского военного музея. Здесь выставлены экспонаты, которые освещают значимые события и поворотные моменты в истории Греции с начала XX века до освобождения от фашистских оккупантов в конце Второй мировой войны. На первом этаже музея можно увидеть большую коллекцию огнестрельного и холодного оружия различных стран мира. Второй этаж музея полностью посвящен истории борьбы Греции за независимость, а также войнам и конфликтам, в которые когда-то была втянута эта страна. Здесь представлены экспонаты, начиная со времен национально-освободительной войны за независимость от Османской империи. Также представлена большая коллекция артефактов, посвященная Первой мировой войне. Она включает в себя фотографии, произведения искусства, почтовые открытки, карты, макеты кораблей, а также мундиры греческой армии и других стран-участниц этих военных событий. Отдельно большой экспозиции представлена Вторая мировая война. 28 октября 1940 года фашистская Италия потребовала от Греции предоставить плацдарм для размещения своих сил. Но премьер-министр Митаксис отказал категорическим «нет». Несмотря на сопротивление, страна все-таки попала в тройную германо-итало-болгарскую оккупацию. Фашистские войска были выведены с территории Греции в 1944 году в результате наступления Советской армии. Под открытым небом перед зданием музея расположены экспонаты бронетехники, самолетов и прочего военного транспорта. Далее наш путь лежал на запад Греции, в город Эдеса. Находится он примерно в 100 километрах от Салоник. Главной целью было побывать на знаменитых водопадах. Но так как мы приехали поздно вечером, то водопады мы решили оставить на следующий день. Однако нас ждал не очень приятный сюрприз. С самого утра лил дождь, который и не думал прекращаться. После завтрака мы выписались из отеля и, несмотря на ливень, все-таки решили найти водопад. Ситуацию осложняло то, что наш навигатор все время путал дорогу. Пришлось ориентироваться по указателям и табличкам в городе. Немного поплутав, мы все-таки добрались до пункта назначения. И тут случилось чудо. Дождь, который шел без остановки, вдруг прекратился. Эдесу называют городом водопадов. А все потому, что однажды случилось сильное землетрясение. И вода, бегущая с горы Вейер Минос, в стороне от города, изменила свое русло и побежала прямо по улицам. Свой путь она продолжает, срываясь с огромного обрыва, образуя комплекс больших и маленьких водопадов. Самый красивый из них – это водопад Каранос, высотой 24 метра, который, кстати, является визитной карточкой города. Здесь есть возможность оказаться с обратной стороны струи воды. Для этого за водопадом предусмотрен мостик. А еще тут есть маленькая пещерка, которую можно посетить всего за 50 центов. Хотя, если честно, она того не стоит. Внезапно погода вновь ухудшилась, пошел дождь, и мы решили отправиться дальше. Наша следующая остановка – город Янино. В Греции есть два основных типа дорог – платные и бесплатные. На бесплатных качество покрытия хуже, а скорость ограничена до 80 км в час. А вот на платных хайваях можно разогнаться до 130, что значительно сэкономит время. Хотя и ударит по вашему кошельку. Цены на такие дороги разные и обычно колеблются от 1 евро 20 центов до 3 с лишним евро за легковой автомобиль. Оплата производится на специальных пунктах прямо на дороге. Город Янино находится на северо-западе Греции, в 224 км от Эдесы. И хотя всю дорогу нас сопровождал дождь, по приезду в город нас ожидало чистое небо и яркое солнышко. Отель для ночевки мы выбрали заранее, и на утро, отдохнувшие, мы отправились навстречу новым впечатлениям. Основной целью нашей остановки в городе Янино было посещение местного природного чуда – каньона Викос. Преодолев путь в несколько десятков километров по горной дороге, мы наконец-то прибыли в нужное нам место. Удивил тот факт, что людей здесь было очень мало. Наверное, причина этого – утомительная дорога. Однако то, что открылось перед нами, стоило этих усилий. Длина каньона – 12 км, а глубина составляет примерно 900 метров. И согласно книге рекордов Гиннеса, это самое узкое ущелье в мире – около 1100 метров в самой узкой его части. За основной смотровой площадкой есть тропинка, которая проходит прямо по краю пропасти. Если вам хватит смелости преодолеть ее, то в конце вас ждет подарок – еще одна смотровая площадка с потрясающим видом. Субтитры подогнал «Симон»! Следующая остановка – это район, который называется Загорохория. Слово «Загоре» впервые упоминается в рукописях XIV века и означает «за горами». Кстати, пришло это название в Грецию из славянского языка. Ну а греческое слово «хория» означает «деревня». Вот и получается, что название района по-русски – «деревня за горами». Здесь расположено 46 поселений. Однако нас интересовали другие местные рукотворные достопримечательности, а именно арочные мосты, которые построены в 18-м столетии специально для перегона скота через горную речку. С тех пор воды утекло много, и когда мы приехали сюда, то обнаружили, что русло реки полностью пересохло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова В XII веке замок был восстановлен венецианцами, чтобы укрепить свое влияние в этом регионе. В 1452 году Парга была оккупирована турками, которые разрушили часть замка. Он вновь был восстановлен венецианцами в XVI веке. На этот раз они сделали из него усиленную крепость. В начале XIX века Паргой владели уже англичане, которые пообещали местным жителям защиту от Османской империи. Однако очень скоро они предали греческое население и ради своей выгоды продали замок и весь город туркам. В результате этого, 15 апреля 1819 года, жители Парги выкопали из кладбища кости своих предков и сожгли их на площади. Собрав пепел в мешки, а также взяв с собой по маленькой горсти родной земли, они погрузились на корабли. Примечательно то, что англичане запретили брать с собой церковную и семейную утварь. В итоге все население покинуло город. Сегодня эта крепость находится в полуразрушенном состоянии, однако все равно притягивает туристов остатками своей величественности и удивительным видом на город. Парга – это красивый и уютный курортный город, построенный в виде амфитеатра. Тут есть все, что нужно туристу. Огромное количество сувенирных лавочек и магазинов, рестораны и небольшие таверны, множество отелей различного типа, ну а самое главное – тут есть живописные горы и пляжи с кристально чистым морем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы долго всматривались в прайс-листы, смотрели цены, выбирали модель автомобиля, но наконец-то остановились на той одной единственной, редчайшей модели. Ну, для Греции, в принципе, она редкая, для России тоже, потому что, ну, я уверен, что в России в прокат Волгу ГАЗ-21 взять невозможно. А вот здесь, вот она ласточка, правда, немножечко она потрепанная, но я надеюсь, мы ее восстановим и отправимся по всей Греции на этом чуде советского автопрома. Наше путешествие по Греции мы решили продолжить посещением острова Закинф, и для этой цели мы приехали в порт города Келлини. Ну, а теперь настало время отправиться на остров Закинтас при помощи паромной переправы. Не успели мы к парому, он ушел в час. Следующий паром будет только в 5 часов, поэтому сейчас придется ждать. Билет на паром на человека стоит 7,50, но нам еще пришлось доплатить 28,50 за то, чтобы мы отправились вместе с нашим автомобилем. Время движения парома всего один час. Ну, вот сейчас вот в ожидании, в очереди, стоим, ждем и отправимся на Закинтас. Ничего сложного в морском путешествии с автомобилем нет. Как только вы заезжаете в гаражное отделение парома, специальный человек провожает вас до места стоянки. После того, как вы припаркуетесь, не забудьте сложить зеркала заднего вида и закрыть автомобиль. Ну, а после этого можно подняться на палубу и полюбоваться отплытием парома. На пароме, кстати, есть бар с напитками и бутербродами, так что, если вы проголодались, можно немного перекусить. Практически по всей территории парома можно свободно передвигаться, но самый лучший вид открывается на носу корабля. Музыка. 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 Остров Закинф Территория острова состоит из двух горных цепей, разделенных долиной. Визитная карточка Закинфа – это удивительные пляжи, составляющие большую часть береговой линии, что, конечно же, привлекает множество туристов. Территория острова Их можно покормить или даже погладить, поэтому, если у вас есть дети, смело отправляйтесь в этот парк. Думаю, они останутся довольны. Их можно покормить. Их можно покормить. Их можно покормить. Своё нынешнее имя он получил в результате происшествия. В 1980 году греческая береговая охрана преследовала корабль с нелегальным грузом сигарет, который следовало с Турцией в Италию. Преступники посадили судно на мель и скрылись на лодках. Ну а через пару лет Штором выбросил корабль на пляж. Теперь он является жемчужиной этой бухты, а тысячи туристов ежегодно фотографируются на его фоне и пишут на его бортах свои имена. Кстати, попасть на этот пляж можно только с моря, арендовав для этой цели лодку. Погостив на Закинфи два дня, мы снова вернулись в континентальную Грецию. Наша следующая цель находится в 72 километрах от порта Келлини. Мы направляемся в легендарную древнюю Олимпию. Кстати, по приезду в археологический парк нас ждал приятный сюрприз. Олимпия Олимпия – одно из крупнейших святилищ Древней Греции на полуострове Пелопоннес. Первые поселения на этой территории относятся еще к неолиту. Ну а первые каменные строения в Олимпии появились в третьем тысячелетии до нашей эры. За время существования Олимпии как религиозного и спортивного центра было возведено множество построек, которые были уничтожены в ранний христианский период. Археологические раскопки продолжаются и по сей день. В Олимпии располагались сокровищницы различных городов, монумент в честь Филиппа II, отца Александра Македонского, частная гимнастическая школа Палестра, гимнасий, а также большой гостиничный комплекс. Здесь располагался один из самых почитаемых храмов Древней Греции – храм Зевса, внутри которого находилась 10-метровая статуя Зевса работы Фидия, одной из семи чудес античного мира. Еще одна достопримечательность Олимпии – это храм богини Геры. Именно здесь, в этом самом месте, были впервые организованы спортивные состязания, которые теперь мы знаем как Олимпийские игры. И уже в наше время, на этом самом священном месте, перед каждой Олимпиадой, всегда зажигается Олимпийский огонь, который проносится через всю Землю. Традиционная дата Первой Олимпиады – 776 год до нашей эры, хотя есть основания предполагать, что спортивные состязания в Олимпии проводились и раньше. К той же эпохе относится введение Олимпийского перемирия, на период которого все войны между греческими полюсами прекращались. Игры Олимпиады были проведены в последний раз в 393 году нашей эры. Христианский император Римской империи Феодосий издал указ на их запрет как элемент языческой культуры. Новейшая история Олимпиады ведет свой отчет с 1896 года. Во время Олимпийских игр 1936 года впервые была проведена эстафета Олимпийского огня, который был зажжен от солнечных лучей. С 2007 года Международным Олимпийским комитетом принято решение о прекращении международных этапов эстафеты Олимпийского огня. Теперь ее проносят лишь по территории страны, принимающей Олимпиаду. Даже сейчас, спустя несколько тысяч лет, Олимпия продолжает притягивать огромное количество людей. У каждого есть возможность прикоснуться к частичке древней истории, а может быть своими глазами увидеть зажжение Олимпийского огня и стать частью новой истории. Археологический музей, расположенный здесь, является одним из крупнейших музеев Греции. В нем собраны артефакты, найденные во время раскопок древнего города Олимпия. Здесь представлены различные предметы, игрушки, посуда, шлемы древнегреческих воинов, части зданий, на которых чудом сохранились древние краски. И, конечно же, в музее есть великолепная коллекция различных статуй. 17 февраля 2012 года в этом музее случилось вооруженное ограбление. В связи с мерами жесткой экономии, которые были введены из-за долгового кризиса в Греции, безопасное содержание музеев стало невозможным. Этим воспользовались грабители. Они проникли в музей, разбили витрины и похитили около 70 различных экспонатов. Их стоимость невозможно оценить. Тогдашний министр культуры Греции назвал произошедшее позором для страны и в тот же день подал в отставку. Однако, несмотря на это происшествие, музей продолжает радовать посетителей большой коллекцией находок из древней Олимпии. Субтитры создавал DimaTorzok Это удивительное место поражает своей красотой. Высоко в горах, в дикой местности, на высоте 1130 метров над уровнем моря, был возведен храм, посвященный Аполлону Эпикурейскому. Первая постройка святилища датируется еще седьмым веком до нашей эры. А тот храм, что дошел до наших дней, относится к 420 годам до нашей эры. Аполлон Эпикурей означает «Аполлон-спаситель», возможно, потому что он помог местам в борьбе со Спартой. В те времена греческие полисы постоянно враждовали друг с другом. Либо потому, что он избавил город от эпидемии чумы, которая была распространена во время Пелопонесской войны. Из-за отдаленности от городских поселений храм на долгое время был забыт. Но именно благодаря этому он так хорошо сохранился до наших дней. Совершенно случайно храм был обнаружен французским архитектором в 1765 году, ну а первые серьезные раскопки начались здесь уже в XIX веке. В 1975 году было принято решение восстановить это святилище в первозданном виде. А в 1987 году, чтобы защитить постройку от погодных условий, над храмом был возведен большой шатер, который будет удален по завершению всех работ. Древняя мессина находится неподалеку, от четвертого по величине города Греции – Каламаты. Была основана в 369 году до н.э. после того, как эту территорию освободили от спартанцев. В отличие от других популярных у туристов античных городов Эллады, таких как Афины, Олимпия или Спарта, древняя мессина известна немногим. Хотя здесь есть на что посмотреть. Мессина, как и древняя Олимпия, является одним из самых крупных по размеру и сохранности городов античности. Здесь были расположены храмы и театры, стадион, парламент и прочие общественные здания. Кстати, в Мессине по-прежнему ведутся археологические раскопки, а это значит, что новые открытия не за горами. Еще одна особенность города – он не был разрушен или застроен новыми поселениями. КОНЕЦ 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 Преодолев около ста километров по сложной, извилистой и опасной горной дороге, мы добрались до Спарты. Продолжаем наше путешествие по Греции. Очередная остановка, очередной город. И вот здесь, на этом самом месте, я никак не могу не сказать ту самую сакраментальную фразу. Это Спарта! Да, дорогие друзья, мы в Спарте. К сожалению, в прошлый раз нам не удалось заехать в этот легендарный город, но теперь мы исполнили свою мечту. Первым делом мы отправились на могилу царя Леонида. За 10 лет своего царствования Леонид не сделал ничего знаменательного, однако он обессмертил свое имя в битве при Фермопилах в 480 году до нашей эры. Он защищал Фермопильский проход с шестью тысячами воинов, в том числе его личной гвардии из 300 спартанцев. Однако персам удалось войти к ним в тыл, и Леонид вместе со своей гвардией погиб в бою. Современный город Спарта был построен в 1834 году рядом с руинами древней Спарты. Жители нового города не забыли подвиг царя Леонида. Здесь много напоминаний об этом героическом сражении, и, конечно же, на центральной площади есть памятник Леониду. Прогулявшись по лучкам современной Спарты, мы отправились посмотреть на развалины легендарного города-государства, который, кстати, в древности был одним из самых важных полисов не только Греции, но и всей Европы. Кроме того, Спарта всегда соперничала с Афинами за звание главного города Эллады. Акрополь Спарты — это небольшой холм, который взвышается над современным городом. На его южной стороне расположен амфитеатр, являющийся одной из лучших достопримечательностей. На вершине холма находится фундамент древнегреческого храма, построенного в VI веке до н.э., а на востоке Акрополя можно найти базилику X века. Кстати, в Акрополе древней Спарты до сих пор ведутся археологические раскопки, поэтому большинство развалин огорожено. Акрополе древнегреческого храма В 7 километрах западу от Спарты находятся остатки города, который был свидетелем последнего всплеска византийской культуры, исчезнувшей под натиском Османской империи. Первая крепость на этом месте была построена франками в 1249 году. Спустя 13 лет ее захватили византийцы. Несмотря на то, что Византийская империя повсеместно приходила в упадок, Мистер переживал период настоящего рассвета. На протяжении двух столетий правители этого города пытались возродить Византийскую империю. Однако финал наступил в 1460 году, спустя 7 лет после падения Константинополя, когда последний правитель Мистеры был вынужден сдать город турецкому султану. За 200 лет турецкого господства Мистер стал приходить в упадок, но в 1687 году его отвоевали венецианцы. Они стали развивать здесь производство шелковых тканей. Это оказалось очень доходным делом, и город снова стал возрождаться. До тех пор, пока его вновь не захватили турки в 1715 году. Затем город начинает переходить из рук в руки, и в конечном итоге Мистер был разграблен и сожжен турками. К моменту обретения Греции независимости город представлял собой огромную территорию, покрытую руинами. В середине 20 века здесь начались реставрационные работы, которые продолжаются и по сей день. Сегодня Мистер делится на две части – Нижний город и Верхний город. В Нижнем лучше всего сохранились монастырская церковь с фресками 14 века. В Верхнем городе особого внимания заслуживает византийский особняк с балконами, дом главного министра, а также сохранившийся практически в первозданном виде крепость, построенная еще франками. Кстати, после начала реставрации в 1952 году жившие в городе 30 семей переселили в новую мистру, а здесь было позволено остаться только монахиням местного монастыря. Субтитры создавал DimaTorzok Следующий пункт нашего путешествия по Греции – это город Эпидавр. Этот пулес существовал еще с Микенской эпохи, и в те времена здесь поклонялись Аполлону. Но в IV веке до н.э. люди все чаще стали обращаться к его сыну – богу медицины и врачевания Асклепию. Кроме того, святилище было еще и развлекательным заведением. Раз в четыре года во время празднования в честь Асклепия здесь устраивались драматические представления и состязания атлетов. Во славу своих богов древние греки умели создавать удивительные сооружения. Одним из таких чудес является театр Дионисия – величайший театр в западном мире, который находится в древнем городе Эпидавр. А еще древние греки верили, что искусство способно исцелить, поэтому нет ничего удивительного, что такой огромный театр находится в святилище бога медицины. На сегодня это один из наиболее хорошо сохранившихся античных театров Греции. Он вмещал более 14 тысяч зрителей и был разделен на две части – 34 нижних ряда для священников и правителей, а обычные люди занимали места наверху. Еще одна удивительная особенность этого театра – это потрясающая акустика. Шепот из центра сцены слышен на самом последнем ряду. Храм Асклепия в Эпидавре принимал паломников и молящихся об исцелении несколько столетий. Это святилище стало одним из крупнейших и почитаемых во всей Греции и продолжало процветать при римлянных. Однако в IV веке н.э. во время правления Феодосия I, принявшего христианство, храм был закрыт как языческий. Этот археологический парк находится рядом с театром. Здесь на месте раскопок можно увидеть руины храмов, помещения, в которых жрецы принимали пациентов, гимнасий, комнаты для гостей, а также большой стадион. Именно здесь регулярно устраивались спортивные состязания в честь бога медицины. Также сохранились развалины Толоса, Круглого в плане сооружения объекта. Он использовался для исполнения культовой музыки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 36 километрах от Эпидавра находится очень живописный город, который называется Навплио. Между прочим, в течение пяти лет, начиная с 1828 года, этот город был первой столицей Греции в ее новой истории. Согласно древнегреческим мифам, город основал Навплий, сын Посейдона. Археологические раскопки доказали существование полиса уже в период мекенской цивилизации. Одна из главных достопримечательностей Навплио – это крепость. Ее ранний вариант был построен венецианцами в 1687 году. Та крепость, что дошла до наших дней, построена чуть позже. Крепостное сооружение состоит из восьми самостоятельных бастионов, которые сообщались между собой и имели кладовые цистерны для воды и вооружения. Несмотря на огромную по объему работу, объект был построен в 1714 году с небывалой по тем временам скоростью – всего за три года. Однако спустя 12 месяцев после постройки крепость захватили турки. Она была укреплена дополнительными сооружениями, а затем долгое время использовалась как тюрьма. Турецкие захватчики продержались здесь до ноября 1822 года. Именно тогда, в результате молниеносного штурма, контроль над городом и крепостью смогли получить греки. Мне очень понравилась эта крепость. Во-первых, она хорошо сохранилась. А во-вторых, это место пропитано какой-то удивительной атмосферой. Находясь здесь, ты будто попадаешь в настоящее Средневековье. Следующая точка нашего автопутешествия – это древний Каримф. Находится он примерно в 55 километрах от Навплио. Первые поселения появились здесь еще в Неолите за 6000 лет до н.э. Каримф был важной торговой точкой на карте Древней Греции. Город имел сразу два порта, поэтому местные жители были обеспечены всем необходимым. Кстати, до захвата Каримфа римлянами он был влиятельнее и могущественнее великих Афин. Население древнего Каримфа составляло 300 тысяч человек, что по тем временам для Греции просто гигантское количество. Кроме того, жители практически не работали, а комфортную жизнь им обеспечивали более чем полмиллиона рабов. Однако после расцвета любого полиса практически всегда приходит его упадок, и Каримф не стал исключением. В 146 году до н.э. после осады римляне сожгли город. Они убили всех мужчин, а женщины и дети были проданы в рабство. После этого Каримф попытались отстроить вновь, но удача отвернулась от этого места. Сначала землетрясения, а потом различные завоеватели сделали свое дело. Каримф навсегда утратил свое былое величие. Во время греческой войны за независимость в начале XIX века город полностью разрушили турецкие войска. Сейчас на месте древнего Каримфа находится археологический парк и музей с найденными тут артефактами. В парке можно увидеть много интересного, например, развалин городского рынка. Также в городе есть остатки нескольких фонтанов, возле которых когда-то отдыхали местные жители. Но самое интересное – это две главных улицы древнего полиса. Они были построены римлянами уже после захвата Каримфа и сохранились практически в первозданном виде. В конечной точке осмотра археологического парка древнего Каримфа возвышается руиной величественного храма, построенного предположительно в честь Аполлона. Хотя точной информации по этому светильщу нет, а археологи ссылаются на табличку с именем этого божества, которая была найдена здесь же при раскопках. В столицу Греции, город Афины, мы прибыли почти ночью и остановились в том же отеле, что и в прошлом году. А на следующее утро мы посетили несколько музеев, в которые не удалось попасть в прошлую поездку. Ну а вечер было решено провести в таверне у подножья Акрополя. Отдельно хочется отметить Национальный археологический музей Афин. Его огромная экспозиция состоит более чем из 20 тысяч экспонатов различных эпох и наглядно показывает всю древнегреческую историю, начиная с доисторического периода. Также тут есть интересная коллекция артефактов из Древнего Египта и Ближнего Востока. Это очень большой музей и лучше всего посвятить ему целый день. Как это ни печально, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и наше большое греческое путешествие подошло к своему логическому завершению. Проехав практически 5000 километров, через всю Грецию мы прибыли в финальную точку своего путешествия – город Афины. Ну, теперь можно расслабиться, отдохнуть, а может быть даже и начать готовиться к новому путешествию. Меня зовут Андрей Голубев. С вами мы увидимся уже где-нибудь в другом месте. До новых путешествий. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok